Запустить рынок продажи земли до 2018 года все же рекомендует Украине МВФ. Об этом на международном форуме аграрных инвесторов заявил представитель валютного фонда в Украине Жером Ваше. По его словам, земельная реформа поможет развитию украинского АПК. Напомню, ранее премьер-министр Гройсман заявлял о том, что Кабмин намерен ограничить максимальную площадь участков до 200 гектаров и покупать землю смогут лишь физические лица. А вот референдума по продаже земель и сельхозназначений не будет. Такое решение принял окружной административный суд столицы. Об этом сообщила сегодня во время своей поездки во Львов Юлия Тимошенко. Она рассказала, что инициативная группа собрала необходимые 3 миллиона подписей в поддержку этого плебисцита. Центр избирком их принял, проверил и хоть завтра, по ее словам, был готов провести заседание по этому вопросу, но вот только суд решил иначе. Акружный административный суд города Киева, который полностью находится под прессой, сегодня принял ухвалу. Это тест, насколько была вдалою судовая реформа. Вот вам ответ. И это тест, чи существует после Другое революции хотя бы крапля прав у людей, хотя бы крапля вплива украинцев на действие ключевых стратегических решений о нашем будущем.